Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я таролог, и на своем телеграм-канале, ссылка будет в описании канала и видео, я размещаю развлекательный контент и делаю набор на бесплатные расклады, называется это живой расклад, и подходит формат для тех, кто не решается наличной или по каким-то причинам не может оплатить личный расклад. Делаю я это, конечно, не часто, так как я являюсь консультирующим тарологом и работаю каждый день. Ох, девчоночки, вопросы, конечно, такие задаете, будет ли пора или уже остановиться с четвертым ребенком? Ну, я, конечно, тоже сама троих родила, и у меня были такие вопросы, что вот надо, не надо, если такие вопросы возникают, Ирина, да, у вас все-таки вопрос о четвертом ребенке, то значит, скорее всего, не надо, потому что если бы надо было, вы бы не сомневались. Вот, вчера только буквально слушала слова Боярского, который там говорил про код своего учителя или друга, уж не знаю, вот примерно на ту же тематику. Если что-то со мной происходит, мне это нужно, если мне что-то не нужно или происходит не так, значит, мне было нужно так, как произошло. Ну, простите за вот такие вот замудренные ответы. В основе ситуации, маг, все зависит только от вас, Ирина, вот прям все только от вас, потому что вам вынашивать, вам, как говорится, рожать, у вас уже есть трое детей, есть большой-большой опыт под основе императрицы. Вполне может быть, может быть, вы этого хотите очень сильно, если хотите, пока не поздно рожайте, да, потому что дети, это прекрасно. Ну, это я, конечно, очень абстрактно говорю, а теперь давайте посмотрим, будет ли, да, тройки мечей не будет, а восьмерки чаш, потому что, потому что долго думаете, я бы сказала так. Может быть, знаете, я не имею права вам говорить, надо вам это или не надо, я просто смотрю на тенденцию карт, тройка мечей нет, восьмерка чаш нет, рыцарь Пентакли может быть когда-нибудь. Поэтому поймите меня, что я не могу за вас решить, и у кого вы спрашиваете в данный момент у себя, карта-то считывает информацию с вас, Ирина. Поэтому давайте мы с вами выложим совет, и дальше я уже вам скажу, по Пажу Пентакли у вас уже есть дети, Пажи это готовые дети, в которых нужно вкладываться, им нужно что-то давать, наверное, всё же, если вы сомневаетесь, повторюсь, по магу, вы сомневаетесь в чём-то, значит, наверное, не нужно. Вот, и знаете, я когда читала у вас вопрос, будет ли опор почему-то, да, вот если у вас есть надёжный тыл, да, опора какая-то, и вы чётко понимаете, что вы всех четырёх детей поднимете, да, и не будете ни в чём нуждаться, то, конечно, да, вот у меня даже вопрос не в том, чтобы поднять, не поднять, а потому что как бы хватило ресурса, сил на них всех троих, и в вашем случае, ну, я бы сказала, что вот, понимаете, тройка мечей, трое детей уже есть, справляетесь ли вы с ними, по двойной восьмёрке час, может быть, вам хочется удовлетворить какие-то внутренние, такой внутренний дисбаланс, вам просто нравятся маленькие дети, как мне, поэтому тут вопрос риторический, а по Пажу Пентакли вам акцент на нынешних детей всё-таки стоит, я вас благодарю за этот вопрос, желаю вам правильных решений, дети это всё равно всегда прекрасно, лишь бы она хватила ресурса и сил, а остальным я желаю тоже благополучного дня, и, конечно же, прошу вас подписаться на мой телеграм-канал, в котором я провожу периодически такие акции и в целом выпускаю много полезного и интересного, наверное, всё-таки не полезного, а больше интересного и вдохновляющего, может быть, кого-то контента, спасибо вам!